Привет! Как дела? Мне снова выписали укол под названием Бусирелин Депо. И сегодня я буду его колоть сама себе, согласно инструкции разводить. Это очень дорогой укол, 3700 рублей стоит. И мне как-то его неправильно развела первый раз медсестра, вколола, и он не сработал. Поэтому в этом году мне его снова выписали. И так как я не нашла медсестру, которая бы мне вколола укол, а в клинике сказали, что это будет стоить 500 рублей, я решила попробовать сама. Знаю точно, что его надо разводить очень осторожно, чтобы не создавались какие-то хлопья и чтобы он сработал. Поэтому вот в прошлом месяце я впервые колола себе внутримышечный укол. Ну что, думаю, война на дворе, пора уже начинать готовиться, оказывать самому себе помощь. Всему когда-либо приходится учиться. И в прошлом месяце я впервые опробовала на себе внутримышечный укол Бусирелин Депо. И сегодня покажу, как его правильно разводить, пошагово, поэтапно, чтобы люди, которые не знают или не читают инструкции, знали, как это надо делать. Или те люди, которые сами себе решили сделать укол, потому что тоже не смогли найти медсестру или как-то вот находятся где-то вдалеке от медицинского центра. Итак, поехали. Открываем коробочку и достаем. Здесь, в принципе, все есть. И шприц, и раствор, и сам препарат, и две иголки, которыми надо разводить. И плюс еще спиртовая салфетка. Сейчас мы это все откроем. Вот оно все открывается. Спиртовые салфеточки. Так, что тут еще? Сам шприц с иголочкой. Раствор. И препарат. Ой, не достается. Буси Ревин Депо. Вот так вот выглядит бутылочка. Надо ее встряхнуть, чтобы весь препарат упал на дно. Видно, что на стеночках еще вот есть препарат. Как-то его надо весь встряхнуть. Нет, не встряхивается. Сейчас будем растворять. Так, главное все делать по инструкции, чтобы этот дорогой щекол сработал. Вот тут написаны правила. И читаем. Суспендию для инъекции готовят с помощью прилагаемого растворителя. Не порсерять странным передоведением препарата. Так, этот мы сбили водичку. Препарат должен готовиться и вводиться только специально обученным медицинским персоналом. Я уже обученный персонал. Флакон с бусерелином держите строго вертикально, легко постукивая по флакону. Добейтесь, чтобы весь леофилиза находился на дне флакона. Он, в принципе, находится, но вот это почему-то не встряхивается. Так, вскройте шприц, присоедините к нему иглу с розовым павильоном для забора растворителя. Так, эта игла пока остается. С розовым растворителем будет в этом. Дальше. Вскройте ампулу и наберите шприц. В шприц все содержимое ампулы с растворителем. Установите шприц на дозу 2 миллиграмма. Но прежде чем ампулу вскрывать с растворителем, я вот эту тоже крышечку сниму. Потому что потом сложно будет сделать. Вот, крышечка снята. Так. Значит, ампулу вскрываем. Кто медик, он уже спокойно это руками делает. А мне посоветовали вот таким обычный тампончик брать. И тампончиком, чтобы не пораниться. Потому что не всегда нормально. Тут есть вот такая точечка. На нее надо нажимать большим пальцем. И тогда она должна открыться. Так, вскрыли ампулу. Теперь набираем скротин, растворитель. Иголки я тоже пока не умею открывать из чехла профессионально. Так, значит набираем. Все, набрали. Ампула пустая. Шприцер. Тут есть немножечко свободного места. Нам надо на двоечку поставить. Потихонечку, не спеша. Руки трясутся. Страшно. Дорогой препарат. Так, двоечки еще нету. И есть. Вот и двоечка как раз. Как раз остановились на двоечке. Дальше. Снимите пластиковую крышечку с флакона содержимого. Лиофилизат. Ну, то есть вот этот вот препарат. Продезинфицируйте резиновую пробку флакона спиртовым тампоном. Дезинфицируем. Так. Дальше. Введите иглу во флакон с лиофилизатом через центр резиновой пробки. И осторожно введите растворитель по внутренней стенке флакона, не касаясь иглой содержимого флакона. И затем выньте шприц из флакона. Так, по стенке вводим, не касаясь... Так, сначала вводим просто шприц. Так. И теперь по стеночке. И оно все поехало растворяться. Вынимаем шприц. Готово. Так, теперь эту иголку снимаем. Э, нет. Этой, наверное, еще набирать надо будет. Винте шприц. Флакон должен оставаться неподвижным до полного пропитывания растворителем лиофилизата и образование суспензии. Примерно оставить надо на 3-5 минут. Вот он пошел растворяться. Наставим его и посмотрим через 3-5 минут. После чего, не переворачивая флакон, следует проверить наличие сухого лиофилизата никак не могу это слово прочитать. У стенок и дна флакона. При обнаружении сухих остатков лиофилизата оставляют флакон до полного пропитывания. А моя медсестра первый раз, когда мне делала укол, который не сработал, она подняла вверх шприц и на нем болтала, размешивала все. А это ни в коем случае делать нельзя. Значит, после того, как вы убедились в отсутствии остатков сухого лиофилизата, содержимое флакона следует осторожно перемешать круговыми движениями в течение 30-60 секунд до образования однородной суспензии. Не переворачивайте и не встряхивайте флакон. Это может привести к выпадению хлопьев и непригодности суспензии. Вот поэтому он тогда и не сработал у меня. Быстро вставьте иглу через резиновую пробку во флакон. Затем срез иглы опускают вниз, и наклонив флакон под углом 45 градусов, медленно наберите в шприц суспензию полностью. Не переворачивайте флакон при наборе. Небольшое количество препарата может остаться на стенках и дне флакона. А, ну вот то, что у меня тут на стенке, это ладно. Так, расход и остаток на стенках на дне флакона учитывается. Сразу замените иглу с розовым павильоном. На иглу с зеленым павильоном. Да, потому что зеленый не должен быть использован до момента ввода под кору в мышцу. Игла должна быть острой. Аккуратно переверните шприц и удалите из шприца воздух. Так, ну это мы сделаем попозже. Сейчас у нас растворится. Пока читаем инструкцию. Так, вроде все растворилось. Это такая белая масса получилась. Смазываем спиртем. Опять. Вставляем иголочку. И набираем. Набираем, наклонив под углом 45 градусов. И как не тянется у меня шприц до конца. Так, все. Вроде бы все. Достаем шприц. Ну вот он остался. У нас такой вот получился препарат белого цвета. Его надо вывести. Все пузырьки убрать. Потихонечку. Вот уже пошло белое. Во-первых, меняем иголочку на зеленую. Так, эту штуку снимаем. Иголка готова. Воздуха практически нет. Теперь готовим задницу. И вперед. Салфеточка. Ягодичка. Смазываем. Натягиваем немножечко. У-у-у! И втыкаем. Опа! Затихонечку, потому что укроп очень болючий. Чтобы не было больно. Немножечко подождем еще. Чтобы она все туда упала. Вот такая. Немножко потекла кровь. Все. Укол сделан. Вот такое место у меня осталось тут. Закрываем. Готово. Пошли. Да, еще надо убрать все ингредиенты. Весь мусор. Так вот он выглядит. Во-первых, все иголки надо воткнуть в эти штуки. Прежде чем выбрасывать. Все сюда спихнем. Так, это. Это иголка. Вот это что-то тоже. Все сюда, сюда. Укола сделан. Жить будем, не помрем. Готово! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Т this что-то кого-то такой. Кажется?